Божье присутствие И они ищут тех людей, которые собираются вместе, чтобы поклониться Ему во всякое время. В легкое, трудное, в хорошее, в плохое, которое кажется плохим, но плохим мы знаем не бывает. У Господа все времена особенные и хорошие. Но сквозь все эти трудности, ситуации, есть особенный народ Божий, который всегда стремится угодить своему Господу, который спас нас от грехов наших, спас нас от ада. И Бог видит этот особенный народ свой, который собирается вместе, чтобы угодить Ему, исполнить Его волю и прославить Его имя. Аминь. Аминь. Мы являемся этим особенным народом. И я хочу поздравить каждого из вас, кто сегодня присоединился к этому великому, я не побоюсь этому слову, собранию, потому что Бог избрал нас. Бог не может избрать то, что совершенно ни на что не пригодится. Возможно, мы были такими, и скорее всего, мы были теми, которые не намного-то годились. Но сегодня, когда Бог избрал нас, сегодня, когда мы в Его руке, Ему все возможно. Он не избирает просто так, чтобы попробовать и бросить, потому что не получается. Если Он тебя избрал, значит, однозначно у Него получится. Значит, ты призван к успеху с Богом. Аллилуйя! Стоит прославить Его за это, правда? Аминь, аминь, аминь. Вы знаете, апостол Петр, например, говорит, что мы вообще царственное священство, и мы призваны исполнять волю Божью. А вот апостол Иоанн, например, очень радикально даже об этом говорит, о том, что мы народ Божий, который призван исполнять волю Божью. Я хочу прочесть вам эти три стиха из первого послания Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божью пребывает вовек». Аллилуйя! Какое сильное противопоставление. С одной стороны, если ты любишь мир, с одной стороны, люди, которые любят мир, и которые любят те удовольствия, которые этот мир предоставляет, а с другой стороны, исполняющие волю Божью. Мне кажется, что в этом принципиальная вообще разница в образе жизни мирского человека и в образе жизни человека Церкви, человека Божьего. Весь мир ищет удовольствий и живет ради них, ради того, чтобы было легче, лучше, как-то приятнее. И ради этого трудятся, работают и проводят, в общем-то, всю свою жизнь. От этого оценивают, успешно их жизнь или нет, что они могут себе позволить. Но народ Божий, Церковь, люди, призванные Богом, они мыслят совсем по-другому. Они стремятся исполнить волю Божью. И Слово Божье обещает, что они будут жить вечно. Одни стремятся к удовольствиям, а другие стремятся к тому, чтобы исполнить волю Божью. И проходит время этого мира. Надо признать, что мы живем в последнее время, и образ весь этот мир проходит просто. Писание говорит, заканчивается, проходит время для этого мира и для всех его удовольствий. Поэтому я верю, что как никогда сегодня звучит Божий призыв, чтобы мы, желающие жить вечно, а не остаться с этим миром, который проходит, время которого уходит, мы призваны исполнять волю Божью. Кстати, я помню, как мы размышляли, как раз в то время, когда мы пели вот эти песни, которые сегодня вспоминали, я помню, как мы размышляли о том, чтобы исполнять волю Божью, о том, чтобы служить Богу. И как-то у нас это было связано с тем, что нужно быть в результате пастырем, ну, хотя бы быть в прославлении, хотя бы, значит, прославлять на сцене. Ну, либо работать где-то в офисе в штате церкви, и тогда вот, в общем-то, ты с тобой все в порядке, и к этому надо стремиться. И однажды, когда у тебя это получится, то ты сможешь исполнять волю Божью. Ну, оно так не проповедовалось, конечно, но где-то витало вот такой образ, что если в штате церкви, ну да. На самом деле круто служить в штате церкви, на самом деле круто быть посвященным Богу на полное время, но надо признать, что все не могут работать в штате церкви. А призыв, чтобы исполнять волю Божью, звучит к церкви, звучит не к тем, кто работает в штате церкви, точнее, не только к тем, звучит каждому христианину. Каждый из нас призван исполнять волю Божью. Что же делать остальным? Как же быть остальным, которые не работают в штате, которые не являются пастырем, не являются прославляющим? Как же остальным исполнять волю Божью? Надо признать, что большинство из нас работают на предприятиях, на разных предприятиях, где порой мы оставляем все свои силы. Бывает так, что ты трудишься, трудишься и приходишь к вечеру просто уже выжатый, просто выжатый как лимон и без всяких сил, чтобы сделать еще что-то. Кому знакомо такое состояние? Да-да-да, большинству знакомо. Нет, половине, наверное, только знакомо, но остальные, наверное, постеснялись поднять руки. Я знаю, что мы устаем, конечно, мы прилагаем много усилий, чтобы сделать тот труд, который нам нужно делать, и в результате остаемся где-то без сил. И каким же образом нам еще что-то делать? Каким же образом исполнить волю Божью? Хорошо, мы все-таки находим время свободное от работы, так сказать. Идем, что-то делаем, что-то получается, и слава Богу. Но иногда, я знаю, приходит дьявол, который шепчет, что что-то с тобой не так. Ты не можешь просто взять и пойти и служить больше, чем ты служишь. Ты все время на работе, ты все время занят, а с другой стороны, у тебя разные нужды, и ты понимаешь, что тебе надо зарабатывать деньги, и у тебя конфликт внутри. Мне надо покрывать все нужды, с другой стороны, я хочу служить Богу. Как же так? Как нам исполнить волю Божью, трудясь на своих рабочих местах и не уваляясь с работы? Я предлагаю об этом сегодня рассудить, и хочу предложить вам два вопроса. Если у нас получится ответить на эти два вопроса, я уверен, что нам будет больше понятно, как служить Богу и как исполнять Его волю по-настоящему во всякое время. Итак, два вопроса. Первый. Для чего мы работаем? Второй вопрос. Что такое воля Божья, которую нам нужно исполнять? Чтобы ответить на первый вопрос, я думаю, что нам потребуется много бумаги, чтобы записать все ответы, потому что они могут быть разные. По разным причинам каждый из нас трудится на своем рабочем месте. Но я думаю, что можно сгруппировать эти все ответы и выделить три основные пункта, так сказать. Итак, первый. Мы работаем из-за нужды. Мы работаем, потому что нам нужно заработать на питание, нам нужно заработать на одежду, нам нужно питаться, одеваться, нам нужно развивать, растить своих детей, нам нужно платить за квартиру и так далее и тому подобное. То есть есть разные нужды, которые нам надо покрыть, и мы вынуждены трудиться. Это нормально. Правда? Вторая причина, по которой мы работаем, это потому что сильно чего-то хочется. Может быть, мы бы, если бы ограничились просто тем, чтобы есть и пить, и покрывать свои нужды, было бы и достаточно, но мы чего-то еще хотим. Мы хотим машину, мы хотим лучшую машину. Потом мы хотим квартиру, потом мы хотим лучшую квартиру. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть что-то, то, чего нам сильно хочется, и мы хотим достичь этого, приобрести это, и ради этого работаем. Итак, третья причина, по которой мы работаем, это чтобы достичь какого-то успеха, а возможно доказать кому-то, что ты можешь и способен на большее, чем кажется. И ради этого успеха ты трудишься, у тебя покрыты нужды, у тебя есть то, что ты можешь приобрести, то, что тебе хочется, но тебе хочется больше, у тебя есть цель какая-то, ты хочешь как-то выразиться, самовыразиться, ты хочешь состояться, быть успешным. И это серьезная причина, по которой мы можем работать. На самом деле, во всех этих трех причинах нет ничего плохого, и я думаю, это нормально, трудиться, чтобы покрывать свои нужды, чтобы покупать то, что нам хочется, и чтобы достигать свои цели, и самовыражаться. Но, представьте, что у вас есть достаточно финансов и достаточно возможностей, чтобы иметь все это. Ну, подобно Адаму, например, который имел все, что я сейчас перечислил. Он был достаточно обеспеченным человеком, правда? Бог его снабдил всем. Вряд ли он когда-нибудь знал, что такое голод, вряд ли он знал, что такое быть раздетым. Да? Нет, это он знал. Хорошо. Но он не нуждался в том, чтобы покрываться, потому что была совершенная погода, там было всегда солнышко, было всегда тепло, уютно. Там было совершенное давление воздуха, атмосферное давление, и влажность была прекрасная. Все было на своем месте. Бог просто совершенным образом устроил Эдемский сад, в котором жил Адам и Ева. Он ни в чем не нуждался. Сложно было придумать то, чего бы он не мог достичь. У него были суперспособности и супервозможности. Да и в том, чтобы самореализоваться, я думаю, у него не было проблем, вряд ли он чувствовал себя каким-то униженным по сравнению с теми животными, которые его окружали. Он призван был господствовать над всей землей, над всеми животными. Я думаю, что он чувствовал себя очень в почете и чести среди всех окружающих. Бог заботился о нем настолько скурпулезно, что восполнял его нужду, прежде чем тот вообще понял, что он в этом нуждается. Вы помните, как Бог привел Еву к Адаму? Наверное, у него и мысли еще не было, что ему плохо одному, а Бог говорит, тебе нехорошо быть одному. Поэтому я сотворю для тебя еще помощницу. И тут многие мужчины могут поспорить. Да, интересно, как она помогла. Вообще, как Ева помогла своему мужу, своему Адаму, если потом в результате они все согрешили. Но чуть-чуть позже об этом. На самом деле, я думаю, хочу только одну мысль здесь сказать, что у Адама было все, абсолютно все. И никакой из этих мотивов, которые я перечислил чуть раньше, не мог двигать Адамом, чтобы работать. Тогда вопрос, а зачем Адам работал? Если никакой из тех мотивов, которыми движемся сегодня мы, ему не был интересен, тогда для чего Адам работал? И ответ на самом деле только один. Если вы читаете Святое Писание, если вы читаете Библию, эту историю про Адама, то ответ однозначный. Бог сказал Адаму работать. Просто Бог сказал ему делать то, что он должен был делать. Бог посадил его, поселил его в этом Эдемском саду. И только поэтому он был там, и он работал. Здесь я хочу нажать на паузу и сделать небольшое замечание. На самом деле, очень важное замечание. Я хочу сказать, что Адам был в Эдемском саду и работал там не потому, что он был сотворен для этого, а для того, чтобы стать тем, кем он должен был стать, чтобы сделать то, для чего он был сотворен. Давайте попробую еще раз это выразить. Адам находился в Эдемском саду и трудился там не потому, что он был сотворен для этого, но он находился там ради того, чтобы стать способным сделать то, для чего сотворен. И на мой взгляд, это очень важно. Я хочу показать вам это в книге «Бытие», это очень ярко выражено. Первый текст, «Бытие», 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Это было то, для чего Адам был сотворен. Это было его призвание владеть всей землей, царствовать, распоряжаться теми ресурсами, которые были ему доверены, быть управителем на этой земле. Это было его призвание, это было предназначение. А теперь минуточку внимания. Теперь я покажу то место, куда Бог его поселил, чтобы он смог стать способным исполнять свое призвание. «Бытие» теперь 2 глава. То была 1 глава, это 2 глава. 15 стих, и по 17 я прочитаю. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Я догадываюсь, что Адам мог реально возмутиться в тот момент. Он, наверное, подумал, подождите, подождите, Господи, не ты ли сказал, для чего ты меня сотворил вообще? Не ты ли сказал мое призвание? Я должен господствовать над всеми зверями, над всеми гадами, над всеми птицами. Я должен быть просто управлять всей землей. А ты о чем сейчас? То есть ты считаешь, я не могу вообще разобраться, что мне есть, а что не есть? То есть ты о чем сейчас говоришь вообще? И ты считаешь, я не могу определить, с какого дерева в двух деревьях я не могу разобраться? С этого ешь, с этого не ешь? Для кого-то, мне кажется, сегодня будет откровение прямо в десятку. Потому что уже врачи тебе говорят, что есть, а что не есть. И говорят, смертью умрешь, если будешь дальше так питаться. А ты думаешь, ну, вообще у меня такое призвание. Ты мечтаешь о великом. Но, возможно, ты до сих пор не можешь ограничить себя в том, что тебе можно есть, а что тебе нельзя есть. О, это великое откровение сегодня для кого-то, которое должно осветить всю вашу жизнь, и у вас будут реальные перемены в жизни, обещаю вам. Если вы примете это слово от Господа и начнете обуздывать свои желания, плоть свою, вы увидите успех в своем здоровье. Знаете, что интересно? Возвращаемся к Еве. Потому что после того, когда Бог проговорил это Адаму, чем он должен заниматься в Эдемском саду, откуда он может есть, откуда нельзя есть, следующее, что вы прочитаете в 18 стихе, это то, что Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Надо сотворить ему помощника, соответственного ему, у которого такие же желания, у которого такие же потребности, который то же самое захочет есть или то же самое захочет не есть. Я думаю, что многие мужья недооценивают помощь своих жен. Потому что помощь Евы, по всей видимости, была в том, чтобы вытащить из Адама то, что было спрятано глубоко у него внутри. И какие-то семейные пары очень хорошо понимают, о чем я говорю. Когда муж ходит и бурчит чем-то недовольный, бу-бу-бу-бу-бу, там что-то, бу-чего это они опять там, или с работы пришел, он объясняет, какой начальник неправой, или, значит, из церкви пришел и понимает, что там что-то как-то не так делают. И тут жена, которая слушает, никто больше в жизни не услышит то, что он может говорить при жене. Она соответственного ему, она одноплоть с ним, она его понимает, и он чувствует себя свободно, как Адам чувствовал себя свободно при Еве. А вам не кажется странным, как быстро Адам согласился съесть запретный плод? Он, который был призван к великим делам на этой земле, так легко не послушался Бога. Вам не кажется это странным? Когда написано, что... Все, что там написано об этом. И дала Ева мужу своему, и он ел. Все просто. Никакого диалога, никакого сопротивления, ничего. Вам не кажется это странным? Мне кажется это довольно странным, если не понимать, что, скорее всего, Ева просто вытащила изнутри то, что было там внутри у Адама. Я думаю, он не был согласен с таким раскладом вещей. Как это так? Я должен тут господствовать над всем, и в конце концов, Бог, ты серьезно, я считаешь, не понимаю, с какого дерева поесть, с какого не поесть? Что вы мне объясняете здесь, что можно, что нельзя? Бог меня призвал к великим делам, и у меня есть Дух Божий, и я знаю Бога, я понимаю, что мне можно делать, что не можно делать, куда можно ехать, куда не можно ехать, где можно работать, где нельзя работать, что есть, что не есть, что пить, что не пить. Возможно, некоторые мужья огорчаются от того, что жены не слушаются вас, или что дети непослушны вам. Но вы до сих пор не можете разобраться с теми напитками, какие можно пить, а какие нельзя пить. И ты до сих пор споришь, почему все-таки выпить пиво можно, и ничего здесь плохого нет. кому-то сегодня нужно обратить особое внимание, насколько у тебя получается справляться с теми желаниями, которые у тебя есть, насколько ты можешь управлять собой, насколько ты можешь ограничивать себя, когда понимаешь, что это нельзя, а не оправдывать, переступая эту черту и делая то, что тебе хочется. И так Адам был призван к великим делам на этой земле. Он был призван управлять всей землей. Но перед тем, как он смог бы управлять всей землей, ему нужно было трансформироваться, ему нужно было вырасти духовно, ему нужно было измениться. И Бог поселил его в этот Эдемский сад. Он дал ему помощника, поэтому если у тебя есть жена, поблагодари Господа. Особенно тогда, когда она достает из тебя то, что тебе бы не хотелось, чтобы кто-то, может быть, даже достал. Вы знаете, один брат, один наш брат, он занял денег у женщины, у пенсионерки и не отдавал долгое время. День не отдавал, два не отдавал, месяц, год не отдавал, сроки прошли, когда он должен был бы отдать, но он не отдает. И он приходит домой, по всей видимости рассуждает и объясняет, что, ну, в общем-то, ей не так деньги сейчас и нужны, как мне, поэтому ничего страшного, если она подождет, она вообще на пенсии, поэтому, ну, особых и нужд-то нету, все покрыто, дом есть, квартира есть, все нормально, а мне сейчас горит. И он объясняет, и он говорит это вслух. И однажды жена говорит ему, послушай, так ты вор. Он говорит, что эта фраза, она просто ошпарила меня как кипятком. Я вор? Да ты что? Он любит Бога, он нормальный брат наш, которого я прекрасно знаю. И когда я слышал, видел всю эту историю, то понимал, да, он нормальный, хороший брат, но он как-то объяснил себе, он как-то там внутри оправдал себя. И вдруг жена достает оттуда и называет вещи своими именами. Говорит, так ты вор? Почему я вор? Ну потому что ты уже столько времени отдаешь, эти деньги могли бы у нее работать, получается, она теряет, то есть есть инфляция, деньги обесцениваются, и она сегодня уже получается, даже если ты отдашь прямо сейчас, она будет иметь меньше, чем ты бы отдал ей вовремя, так ты у нее своровал сколько-то. Он говорит, я потом места себе не мог найти. Я пытался объяснить, я пытался оправдаться, но в результате я смирился перед Богом, сказал, прости, я помню, как они пригласили меня и просили вместе прощения, и там было присутствие Божье, потому что была жена-помощница, которая помогла вытащить то, что он бы сам, скорее всего, никогда, может быть, и не понял, и не вытащил бы. А есть другая история, которую мы тоже хорошо с вами знаем, все, кто читают хотя бы Новый Завет, и там описывается история про Анания и Сапфиру. И там тоже пришел один человек по имени Анания, и он, скорее всего, как-то выражался, объяснял и сказал, ну что такое, что мы все деньги должны принести, что они десятины там собирают, приношения собирают, у нас тоже есть свои нужды, ну понятно, вот, значит, тот-то отдал такую-то сумму, у них есть возможность, они молодцы, а у нас нет такой возможности, поэтому почему мы все деньги должны отдать с той продажи, которую мы сейчас делаем? Мы продаем землю, хорошо, мы отдадим эту часть, но как-то неловко, давайте скажем, что мы все, мы все, вот за эту сумму мы продали, и поэтому эту сумму вот мы принесли. И Сапфира сказала, что ты мудрый у меня муж, а? Не то, что некоторые готовы все отдать, потом без штанов ходить, какой ты мудрый у меня. И они согласились, согласились в том, чтобы обмануть, руководство церкви согласились в том, чтобы, как потом апостол Петр сказал, солгать Святому Духу в результате. Там Ева сыграла другую роль. И в результате, вы знаете, конец этой истории, они оба погибли, они оба умерли. Сегодня та семья жива, и здравствует, и я прославляю Бога за ту перемену, которую Он сделал в этом доме, в этой семье. Сегодня их дети благословенные служат Господу, и Папа радуется просто, когда видит детей своих, ходящих в истине. Сложно переоценить роль помощницы, которую Господь создал для Адама. Тогда Адам, скорее всего, не очень оценил ее, он подумал, что, ну, что-то она сделала не так, и пытался на нее всю свою вину переложить. Но нам сегодня открыто больше, и нам стоит поблагодарить Господа за тех помощниц, которые у нас есть. А если у тебя нет жены, то Бог наверняка дал тебе другого человека, который постоянно вытаскивает из тебя то, что там у тебя внутри спрятано. Не буду просить, чтобы вы подняли руки, но я знаю, что Бог сильно заботится о каждом из нас, и Он так не хочет, чтобы мы помирали там внутри, вот в этой возне, вот в этом ропоте, вот в этом недовольстве всяком. Сегодня у каждого из нас есть свой эдемский сад. Сегодня у каждого из нас есть, во-первых, призвание, великое призвание. И я знаю, что Бог практически каждому из сидящих здесь и смотрящих эту трансляцию когда-то в жизни говорил и показывал то призвание, которое у Него есть для каждого из вас. Я знаю, что то, что Он запланировал, Он хочет это исполнить. И поэтому ты сегодня на своем рабочем месте. И поэтому ты находишься сегодня в той семье, в которой ты находишься. И поэтому тебе нужно научиться тому, чему Бог хочет научить тебя, прежде, чем ты сможешь исполнять по-настоящему волю Божью. Мне кажется, что вообще эдемский сад похож на детский сад. Там, где все так хорошо, наивно, где все так по-доброму, без греха, но где живущие в этом эдемском саду не могут понять, сколько будешь дважды два. Поэтому так легко было дьяволу обмануть этих деток Адама и Еву. Так легко было просто их купить, их послушание купить за какой-то плод. Бог сказал, не ешь, не трогай, абсолютно многое тебе предоставлено в твоем распоряжении, но вот это нельзя, прежде чем Божья воля начнет раскрываться в просто неимоверной силе в твоей жизни, тебе нужно научиться обуздывать свою плоть. И мы подходим ко второму вопросу, что же такое воля Божья, которую нам надо исполнять каждый день? Я хочу тоже прочитать вам пару мест Писаний и сказать после об этом. Первое послание фессалоникийцам, четвертая глава с третьего стиха. Ибо воля Божья есть освящение ваше, говорит апостол Павел, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Сегодня воля Божья в том, чтобы каждый из нас был освящен Божьим светом и научился ходить в страхе Божьем, научился соблюдать свой сосуд, то есть свое тело, свою душу, свои мысли, свои чувства, желание в святости. Ты сегодня на своем рабочем месте, где трудишься и получаешь за это финансы, и от того, как ты поступишь, напрямую зависит, получишь ты финансы или не получишь, и что для тебя сегодня важно? Ты работаешь только ради финансов, или ты понимаешь, что ты являешься там светом Божьим? Ты сегодня там, чтобы светить, ты сегодня там, чтобы вырасти духовно. И Бог знал, куда тебя поставить, куда тебя поселить. Можешь ли ты сказать, что ты сегодня свет на своем рабочем месте? Вот в чем вопрос. И тогда я тебе скажу, получается ли у Бога, получается ли у тебя исполнять волю Божью? Воля Божья прежде всего не в том, чтобы сделать какие-то великие дела. Да, они однозначно, ты предназначен к этим великим делам, но прежде чем Бог доверит тебе, чтобы Его сила, она проходила через тебя и совершала великую работу на этой земле. Он хочет осветить тебя и об этом говорит послание фессалоникийцам. Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы не были похотливыми, чтобы вы воздерживались от всякого блуда, чтобы вы соблюдали свой сосуд в святости и чести, чтобы вы не поступали с братом своим, корыстолюбиво, пренебрегая им ради денег, обманывая, подставляя, отодвигая, избирая выгоду себе больше, чем ближнему своему. Разные ситуации возникают на работе, я это прекрасно знаю, и ты как-то поступаешь. Ты сегодня там, где ты должен быть. У Бога никаких случайностей не бывает. Сложно себе представить, что Бог перепутал сады и посадил Адама не туда, куда нужно было. Нет, Бог посадил его именно туда, куда нужно было. Он ограничил его именно в том, что нужно было, в чем ограничить. И каждый из нас сегодня на своем месте. И второе местописание я хочу вам прочитать. Ефесянам, первая глава с девятнадцатого стиха. Апостол Павел рассуждает, говорит, что он молится о том, чтобы мы поняли и чтобы нам открылось. С девятнадцатого стиха. Как безмерно величие могущества его в нас, верующих под действием державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в веки сем, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Вы только посмотрите, голова закружиться может. Бог оказывается видит церковь как то, что превыше всего. Церковь его превыше всего. Иисус является главой церкви, которая превыше всего, которая является полнота, наполняющего все во всем. это правда, что у Бога есть великое призвание для каждого из нас. Написано, что воля его также в том, чтобы все спаслись и чтобы достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись, но насколько нам сегодня открыто, как спасать людей, которые погибают вокруг нас. Как служить тем людям, которые находятся рядом с нами на наших работах. у кого из нас получается очень хорошо получается спасать людей и вырывать их из власти дьявола, спасать их от ада неминуемого и приводить в Божье царство. Я думаю, что есть то, что во-первых, есть то, что во-вторых. Во-первых, воля Божья в том, чтобы мы могли освящаться. И для этого мы находимся там, где есть. Чтобы освящаться и чтобы этот свет распространялся на каждом нашем рабочем месте. Могут ли сегодня те, которые окружают вас на работе, сказать о вас, что вы реально свет? Могут ли они сказать, разговаривая друг с другом, но это правда, вот этот человек, он никогда не обманет, он никогда не подставит. Может ли сегодня руководитель на вашей работе положиться на вас, понимая, что вы человек особенный, и что если вы сказали, то однозначно вы выполните свое слово. Если вы сказали, вас не надо много контролировать, потому что и проверять не надо, потому что ваше слово, оно ваше слово. Ваше имя, оно больше, чем любые деньги. Ваша честь, оно больше, чем любая прибыль, которую вы могли бы получить. О ком из вас могут сказать так на работах? Если так говорят, это очень круто. значит вас можно поздравить, и это значит однозначно, Божье призвание будет все больше и больше раскрываться в вашей жизни, люди будут видеть, люди будут чувствовать и силу Божию, которая будет исходить из вас, когда вы будете говорить в их жизнь, они будут спасаться, у вас будет успех в том, чтобы привести многих людей в Божье царство, но если нет, то это значит воля Божья в вашей жизни, каждый день в том, чтобы освящаться, чтобы приводить свою жизнь в порядок, и для этого каждый день вы с утра приходите на свое рабочее место. Могут ли сказать, что вы всегда вовремя приходите, или у тебя постоянно проблемы с опозданием, и тебе чтобы если ты не опоздал, или не опоздал, а просто для тебя это праздник какой-то. Если это так, тебе есть над чем трудиться, тебе есть в чем исполнять волю Божию, и для этого не надо стать пастырем, не надо быть в прославлении, не нужно быть кем-то особенным, не нужно работать в штате, чтобы просто соблюдать свой сосуд чести, чтобы отвечать за свое слово, чтобы быть честным, верным и чистым. Пусть Бог благословит каждого из нас на наших рабочих местах. Я хочу помолиться о том, чтобы мы дошли до того призвания, которое у Бога было для нас с самого начала, чтобы мы не променяли это призвание, как в Эдемском саду, на просто какие-то споры, какие-то разногласия, на доказательство какой-то своей правоты, что ты все-таки можешь есть из этого дерева, что тебе можно все-таки пить, то, что Библия говорит, не надо тебе пить, а то смертью умрешь. А дьявол говорит, нет, не умрешь, немножко попьешь, не умрешь. Ты же немного пьешь, если много пьешь, тогда умрешь, а если немного попьешь, не умрешь. Господь хочет сделать нас сильными в том, чтобы мы могли доверять Богу, во всякое время, чтобы мы могли хранить свой сосуд в святости, сколько бы нам не заплатили за то, чтобы осквернился этот сосуд. Никакие деньги этого мира не заменят нам то будущее, которое Бог для нас приготовил, то великое будущее, которое нас ожидает и на этой земле, и вечности. у Бога есть великие планы для каждого из нас, но сегодня Его воля в том, чтобы нам освящаться, и сегодня Его воля в том, насколько мы будем освящаться, настолько мы будем способны двигаться дальше. Сложно Богу доверить нам больше, если мы не можем быть верными на своей работе. Написано, если ты в чужом не верен, кто доверит тебе больше? И мы иногда мечтаем, мечтаем о том, чтобы Бог уберемся, что сила Божья почему-то не действует, мы молимся, 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 а Бог почему-то не использует нас, как нам бы хотелось, мы благословляем людей, они почему-то не исцеляются. Все очень взаимосвязано. Адам был в Эдемском саду, потому что Бог его туда поселил. Адаму нужно было научиться, с какого дерева есть, с какого не есть, ему нужно было научиться и утвердиться, ходить в послушании перед Богом, и в результате его власть должна была распространиться на всех живущих на этой земле. И жена дана была ему в помощнице. Сегодня не сильно это что-то изменилось. У Бога есть великое призвание нам царствовать на всей земле. Апостол Петр так и говорит, вы царственное священство, вы род избранный, вы народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да, это наше призвание, чтобы возвещать совершенство, чтобы являть силу Божью, чтобы исцелять больных, чтобы проповедовать так, чтобы люди реально спасались. Но воля Божья также в том, чтобы мы освящались перед тем, как Он будет нас использовать. Где ты сегодня? Возможно, ты сегодня подобно, как Адам, который все-таки схватил то, что хотел, оказался в последствиях и сидит в кустах. И Бог его спрашивает, где ты, Адам? Где ты? Но не потому, что Бог не знал, где Адам, а для того, чтобы Адам осознал, в каких кустах он находится, чтобы Адам мог назвать вещи своими именами, подобно, как Гедеон, помните, о котором мы слышали, сила которого была в том, что он мог назвать вещи своими именами. И когда ангел ему сказал, Господь с тобой, муж сильный, то он сказал, где Господь со мною? Если Господь со мной, почему в моей жизни так и сяк и так? Гедеон не хотел придуманного Бога, он не хотел остаться в религии, он называл вещи своими именами, он разговаривал с ангелом, если Бог с нами, почему у нас все это? Где Бог с нами? И в результате он услышал, иди вот с этой силой твоей, ты поразишь всех врагов. Сегодня кому-то из нас надо выйти из своих кустов, назвать вещи своими именами, перестать прятаться, перестать вариться внутри, перестать ворчать, роптать, ныть. У нас сегодня с вами есть потрясающая возможность благодаря нашему Господу Иисусу Христу, который умер за грехи каждого из нас, выйти из своих кустов, назвать вещи своими именами и начать быть послушными детьми Божьими. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok